Геннадий Малахов. Целительные силы. Том 1. Очищение организма и правильное питание. Читает автор. В данной книге даны рекомендации по оздоровлению организма человека нетрадиционными методами, без применения лекарств, элементы хатхи йоги, позволяющие мобилизовать защитные силы организма и избавиться от различных заболеваний. Даются рецепты чистки организма от продуктов распада, угнетающих жизненные силы. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Итак, я вам показал, какой труд я затрачиваю на то, чтобы книга «Целительные силы» была удобна для посетителей канала, чтобы ее можно было слушать, чтобы там не было разного рода пляманий, хрюканий, оговорок, чтобы речь была нормальная. То есть я трачу много времени, много своего времени. Естественно, я эти все 4 тома выложу только на спонсорской подписке. А вот эти вот видео я вам показываю, что это труд. Вот сижу, а мог бы там играть на свадьбе у Гурьева Тимошки на гармошке. Итак, я начал новый проект вылаживания легендарных целительных сил для того, чтобы любой желающий мог просто-напросто поставить их и слушать, не читая. Потихонечку информация будет входить. И плюс, плюс, это я еще добавлю и текст. То есть будет идти текст, я так понимаю, текст читать не любят, но в случае чего где-то какое-то непонятное место, можно всегда будет обратиться и посмотреть. Выкладывать буду вот так вот поэтапно, по темам. Допустим, вот сейчас идет толстый кишечник, значит толстый кишечник я выкладываю. И дальше пошло, пошло, пошло. Это картофель, мучные изделия из муки толстого, тонкого помола. Изделия из муки тонкого помола. Обильно сдобренные маслом, сахаром. Причем перемешку с белковой пищей, мясом, колбасой, сыром, яйцами, молоком. Каждая такая еда проходит через толстый кишечник и оставляет на стенках пленку кала, накид. Скапливаясь в складках карманах, дивертикулах. Из толстого кишечника, из этой накопи, из этой накипи образуются при обезвоживании, ведь там всасывается до 95% воды каловые камни. Как в первом случае, так и во втором. В толстом кишечнике идут процессы гниения и брожения. Токсические продукты этих процессов вместе с водой попадают в кровяное русло и вызывают ее в линии, именуемое кишечной аутоинтоксикацией. Вот что пишет профессор Петровский в статье «Еще раз о питании, его теориях и рекомендациях». Это журнал «Наука и жизнь». Номера с 5 по 8, 1980 год. И еще Мечников утверждал «Кишечная аутоинтоксикация Главное препятствие в достижении долголетия». В экспериментах он вводил животным гнилостные продукты из кишечника человека и получал у них выраженный склероз аорты. Выраженная аутоинтоксикация может развиваться при наличии трех условий Это малоподвижный образ жизни Питание рафинированной, преимущественно масляной пищи с резкой недостаточной пищи с резкой недостаточностью в ней с резкой недостаточностью в ней Овощи, зелени и фруктов Нервно-эмоциональные перегрузки Частые стрессы Следующим важным моментом является то, что толщина стенок толстого кишечника в основном 1-2 мм Поэтому через эту тонюсенькую стеночку в гурчную полость легко проникают токсические выпады Отравляющие близлежащие органы Печень, почки, половые органы и так далее Примите одну В чере 3 столовые ложки свежевыжатого свекольного сока Если после этого моча у вас окрасится в бурячный цвет то это означает, что ваши слизистые оболочки перестали качественно выполнять свои функции Если сок свеклы окрашивает мочу То так же легко через эти стенки проникают и токсины циркулируя по всему организму Обычно, годам к 40, толстый кишечник сильно забивается каловыми камнями Он растягивается, деформируется, сдавливает и вытесняет со своих мест другие органы брюшной полости Эти органы оказываются Эти органы оказываются как бы погруженными в каловый мешок Ни о какой нормальной работе этих органов не может быть и речи Внимательно рассмотрите рисунок 3 и почитайте к нему пояснения Сдавливание стенок толстого кишечника А также длительный контакт каловых масс с кишечной стенкой А есть скаловые камни, которые десятилетиями прикипели к одному месту Приводит к плохому питанию данного участка Слабому снабжению его кровью Вызывает застой крови и отравление токсинами от каловых камней В результате развиваются различные заболевания Из-за поражения слизистой оболочки различные виды калиты От пережатий и застоек крови в самой стенке толстой кишки Геморрой и варикозное расширение вен От длительного воздействия токсинов на одно место полипы и рак О массовости вышеописанной картины можно судить По статистическим данным, приводимым доктором медицинских наук Профессором Петровым в брошюре Факультет здоровья номер 9 за 1986 год При профилактических осмотрах При профилактических осмотрах При профилактических осмотрах Практических здоровых людей. Практологические заболевания выявляются у 306 человек из 1000. При профилактических осмотрах проктологические заболевания выявляются у 306 человек из 1000. При профилактических осмотрах практически здоровых людей. Практологические заболевания. Практологические заболевания. Практологические заболевания выявляются у трюксот, у трюксот, у трюксот шести, и другие заболевания выявляются у трюксот, у трюксот, у трюксот, у трюксот не выявляются у трюксот шести из тысяч, и другие заболевания выявляются у трюксот, у трюксот, у трюксот, у трюксот, у трюксот, у трюксот из тысяч, рисунок 3, патологический толстый кишечник, заштриховано залежи каловых камней. Пояснение к данному рисунку, взятым из русского народного лечебника, из русского народного лечебника, Петра Куринова и книги «Искусство вылечить самого себя» с природными средствами «Монтование Рамона». Прочитайте их внимательно. От неправильной диеты, недопустимых смесей, происходит засоление и деформация толстой кишки. На рисунке 1 изображена толстая кишка в том виде, в каком она должна быть, но в 99 случаях из 100 она больше напоминает изображенную на рисунке 3. То есть раздутую от каловых камней, в середине которой проходит маленький проход. Обратите внимание на разрез Обратите внимание на разрез толстой кишки. На нем в центре виден просвет в каловом веществе Которая находилась там 20 и более лет. Вот Выдающийся немецкий врач-хирург Сделал 280 Посмертных вскрытий И в двухсот И в двухсот Сделал 280 Посмертных вскрытий И в двухсот Случа Обнаружил приблизительно такую картину Как на рисунке 3. Другой врач из Лондона Разрезал толстую кишку одного умершего человека Извлек из нее 25 фунтов Это 10 килограмм Старого закаменелого кава Который и по сей день хранит В большой банке со спиртом Чтобы наглядно показывать Некоторые хирурги заявляют Что до 70% Вырезанных Ими обудочный кишок содержит Чужеродный кишок содержит Чужеродный материал Глесты А также фекальные Застывшие как камень Застарелые за многие годы массы Внутренние стенки кишечника Оказываются поэтому Покрытыми Давно попавшими туда материалом Покрытыми 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 Оказываются поэтому Покрытыми Покрытыми давно попавшим туда материалом Нередко окаменевшим они напоминают собой они напоминают миневшим они напоминают окаменевшим они напоминают свод печи нуждающийся в полной очертке доктор ламур заявляет мы можем со всей уверенностью сказать что основу что основной уверенностью сказать что эти уверенностью сказать что основной причиной девяти десятых тяжелых болезней от которых страдает человечество является запор и задержка фекальных масс которые должны были бы выводиться из организма доктор илья мечников книги изучение человеческой природы приводит данные согласно которым из 1148 рассмотренных им случаев рака кишечника 1022 то есть восемьдесят девять процентов возникли в толстом кишечнике приведу выдержку из лекции народной целительницы семёновой надежды алексеевны ежесекундное отравление телом и ядами через кишечный барьер создает определенную концентрацию шлаков крови одна половина человечества способна задержать в теле растворить и способна задержать в теле растворить и способна задержать в теле растворить и способна задержать и способна задержать и способна задержать и способна задержать в теле растворить и шлаков это жир и вода люди пухнут сильно увеличиваются в размерах вторая половина вероятно из-за свойств своего кишечника и определенного порядка в обмене веществ не удерживают растворители шлаков эти сохнут концентрация шлаков крови последних несчастных должна быть больше чем у толстых народная мудрость по-своему оценила это природное явление пока толстый сохнет сухой сдохнет оба типа страдают от запоров от завалов от отравлений с собственными собственными каловыми камнями отравление идет медленно к нему привыкают с детства с пеной у рта отстаивая свои привычки у питания свои любимые пельмени свои любимые пельмени и ватрушки пироги с мясом молочной кашей пироги с сахаром по утрам еще сила и дань привычки но так все идет пока болезнь не приплет к стенке когда врач по словам доктора амбросова выдаст вам вексель который увы никто не сможет оплатить по утрам а а а а а а а